В настоящее время республиканская специализированная психиатрическая больница является многофункциональной. В структурном устройстве теперь находится диспансерное отделение. Здесь оказывают как стационарную, так и амбулаторную помощь. Проводятся трудовые, военно-врачебные, судебно-психиатрические экспертизы, а также осуществляется комплекс реабилитационных мероприятий, направленных на скорейшее возвращение пациентов в общество. В больнице работают медицинские психологи, которые проводят исследования и проводят коррекционную работу. Что касается лекарственного обеспечения учреждения, оно достаточно. Есть все лекарства для оказания неотложной психиатрической помощи. Если возникает необходимость в лечении пациента каким-то специальным препаратом, специфическим, то осуществляется заявка в Министерство здравоохранения, которая всегда выполняется. Хотелось бы сказать, что мы бы, конечно, как врачи хотели, чтобы наши больные получали лечение более широким ассортиментом современных психотропных препаратов. Бывают очень редкие случаи, больше даже это желание самих родственников больных в приобретении. Но, как правило, это дорогостоящие препараты, которые редкие. Контингент пациентов в больнице, конечно, особенный. Каждому из них нужен особый подход. В день наших съемок в больнице было 123 больных. Женщины охотно с нами общались. Одна передавала привет сыну, другая – маме. Были и те, кто прятался от камер. Есть больные, находящиеся в острых психотических состояниях, которые нуждаются в активной купирующей терапии. Находятся они в состоянии психомоторного возбуждения. Есть больные, которые нуждаются в постороннем постоянном уходе. Потому что на сегодняшний день альтернативного отделения, которое осуществляло бы постоянный сестринский уход за больными пожилого возраста или за больными, которые уже в силу психического заболевания достигли каких-то конечных стадий болезни. Есть категория больных молодого возраста, у которых впервые возник психотический эпизод. Такие тоже пациенты есть. Но еще в нашей больнице проходит принудительное лечение. Психически больные, совершившие общественные деяния, правонарушения. И которые по решениям суда проходят здесь принудительное лечение. Они освобождены от уголовной ответственности, но лечатся у нас по решению суда. Питание в психиатрической больнице трехразовое. Уже давно нет сбоев в поставках продуктов питания. Все задолженности погашены. В целом улучшились условия содержания больных в стационаре, говорит Аннуа. Однако, наряду с достижениями, имеются еще и нерешенные вопросы в области психиатрической службы. Остается нерешенная проблема отсутствия психиатрических кабинетов в районах. Это приводит опять-таки к отсутствию преемственности в лечении больных. И в постоянном возврате больных в лечебное учреждение на стационарное лечение. То есть происходит регоспитализация больных. В больнице отсутствует клиническая лаборатория и отсутствует оборудование для проведения функциональных методов исследования больных. Накопился ряд хозяйственных проблем. Это поломка системы кондиционирования, протечки сантехнического оборудования, вышедшая из строя фекально-насосная станция, неустойчивость решеток, оконных и дверных проемов. К первоочередной проблеме относится охрана всего периметра и корпуса больницы. В исполнении данных поручения 22 октября в больнице работала расширенная комиссия заинтересованных специалистов, которая провела обход территории больницы, был осмотрен корпус больницы, зафиксированы все проблемные места, составлен их список. И в настоящее время производится расчет сметы выполнения всех этих услуг и ремонтных работ. Но некоторые вопросы хозяйственные у нас уже решены. Также при активном участии правительства отремонтирован дизельный генератор и котельная станция. То есть на настоящее время, уже с наступлением холодов, у нас в больнице тепло. Еще одной проблемой Ирина Ануа назвала острую нехватку кадров. Для решения этого вопроса ведутся переговоры с Минздравом с целью выделения лимитов для профильного обучения в Российской Федерации, добавила главврач учреждения. Сейчас работа здесь идет в штатном режиме. В настоящее время больница развернута на 140 коек. Современное здание медучреждения было построено в рамках инвестиционной программы. Открытие состоялось в феврале 2015 года. В 2022 году психиатрической больнице Абхазии исполнится 90 лет.